Смотри, ты собрался совершить какое-то благое дело. Во-первых, ты нуждаешься в том, чтобы Аллах внушил тебя и привел тебя знанием о том, что то или иное дело или те или иные слова являются благими. Так или не так? Во-вторых, хорошо, ты узнал, ты нуждаешься в том, чтобы Аллах тебе наделил тебя желанием совершить то или иное благое дело. Как много благих дел, о которых мы знаем, но нам даже в голову не приходит, что то или иное дело надо совершить в том или ином месте или в то или иное время. хорошо он дал тебе желание варак луфикум чтобы он дал тебе силы а вдруг ты ленишься да бывает и вроде бы хочешь но тебе лень спать хочется есть хочется и тогда и тому подобным поэтому если тебе лень допустим не будет знания не не будет пользы не знание не отжила затем барак луфиком хорошо всевышнего спонтанами наделил тебя знанием всевышний аллах наделил тебя желанием Аллах, спонтан, наделил тебя силой. Ты нуждаешься в помощи Аллаха при совершении этого дела. Так или не так? Затем нуждаешься в помощи Аллаха, чтобы он укрепил тебя в этом благом деле, наделил тебя постоянством. Как часто мы знаем, мы желаем, мы можем, мы начинаем, но нет постоянства. Есть или нет? Очень часто. Затем, братья Барак, Луфикум, ты нуждаешься в помощи Всевышнего Аллаха, чтобы он сохранил это твое дело. И оберег тебя от совершения того, что сделает твое дело тщетным по причине каких-то грехов, которые ты можешь совершить после этого благого дела у Алия Забельна. Поэтому всегда проси у Аллаха, чтобы он вел тебя по прямому пути. Чтобы он вел тебя к прямому пути, чтобы он вел тебя по прямому пути. И все это указывает на важность постоянной связи сердца с Аллахом. И все это указывает на важность таухида в жизни каждого человека без заключения. И отсюда мы понимаем, Барак, Луфикум, почему первое, с чего начинали призыв все пророки, это таухид. И отсюда мы понимаем, почему успехом любого человека на этом и на том свете является таухид. И отсюда мы понимаем, Барак, Луфикум, что избавление от всякой беды, от всякого несчастья и так далее является только таухид, Барак, Луфикум. И поэтому, если Всевышний Аллах, Субану Аталия, не захочет, не пожелает вести человека по прямому пути, никто ему не поможет. Раб не имеет каких-то прав на Аллаха. И Аллах ничем не обязан перед своими рабами. И если Аллах одаряет кого-то таким благом, как Едая, то это исключительно по милости Всевышнего Аллаха, а не от того, что раб сказал или совершил, или сделал что-то, что является ценой за эту Едая. Почему Всевышний Аллах кого-то выбрал? В одной семье мама, папа родили близнецов. И один верующий, а другой кафир. В одной семье, Барак, Луфикум, отец пророк, а сын кафир. Ну, алейсалям, а сын его кафир. В одной семье отец кафир, а сын его пророк. Ибраим, алейсалям. Почему Всевышний Аллах, Субану Аталия, так поступает? Мы должны на это смотреть через нашу веру, то, что Всевышний Аллах знающий и мудрый. Альхамду лилляхи, рубил алямин, вассаляту, вассаляму, аля набина Мухаммадин, вааля алихи, вассахбихи, вассалям. Барак, Луфикум. Мы начинаем новую главу, которая называется Баб, Каули лилляхи тааля, инна калля, тагди, ман ахбабд. Глава о словах Всевышнего Аллаха, Субхану Аталия, поистине ты не ведешь по прямому пути того, кого ты любишь. или же поистине ты не ведешь по прямому пути того для кого ты любишь этот прямой путь барак лауфикум этот раздел связан с предшествующим разделом а это раздел предшествующий как у нас назывался бабушев а то есть глава о заступничестве о ходатайстве барк лауфик и из него мы взяли то что заступничество принадлежит только одному всевышнему аллаху субхану а то ли и вот эти вот главы барк лауфикум как мы увидим разбирая сегодняшнюю главу взаимосвязаны шейк говорит барак лауфикум и шраха виль айя вабайин сабаба нузулиха растолкует а таят и расскажи по какой причине он был ниспослан у нас барак лауфикум ученые говорят о том что знание причины снисхождение того или новая то или знание причины того почему пророк саваллаху алейхи вассалям а сказал те или иные слова то есть в хадисе или совершил тот или иной поступок является уже половиной толкования этого аяты или половина толкования этого хадиса шейк говорит якуль улаву талили расуле ги салаллаху алейхи вассалям инна каля тахди манахбабт всевышний аллах говорит в этом аяте своему посланнику салаллаху алейхи вассалям поистине ты не ведешь по прямому пути того кого ты любишь а и ляйс алейка гудаху то есть тебе не принадлежит ведение людей по прямому пути видите взаимосвязь с предшествующим с предшествующей главой воинном алейка болях на тебе лежит только донесение то есть донести до людей истину в аллаху язима яша и аллах ведет кого пожелает вагу алиму биман ястохи куль и да это и он лучше знай то есть и выше господь лучше знает о тех кто достоин быть ведомым по прямому пути валя гуль хикма фидалик и он у него есть мудрость то есть и вышли аллах спантали знает его знание то есть когда он ведет кого-то по прямому пути он делает это в соответствии со своей мудростью с вами барак луфикум не раз говорили о том что мудрость это ставить вещь в свое место то есть суть мудрости это когда ты ставишь те или иные слова те или иные действия совершать в том или ином соответствующим этим словам или соответствуем этим делам местам вот это и есть суть мудрости а то что противоречит мудрости это зулим называть несправедливость это когда ты вещи ставишь не в соответствующие места и часто мы приводим барак луфиком пример хрустальные вазы и мусорное ведро у тебя есть хрустальная ваза есть мусорное ведро у тебя есть цветы букет цветов и у тебя есть использованный детский памперс и будет мудро положить букет цветов поставить хрустальную вазу и будет мудро бросить использованный памперс мусорное ведро и будет несправедливостью положить использованный памперс хрустальную вазу и бросить свежий букет цветов мусорное ведро саба бун узули газель а и что касается причины снисхождение твоя то хирсу набии салаллаху алейхи вассалям али исламе и амми обитали причина снисхождение твоя то это стремление пророка салаллаху алейхи вассаляма к тому чтобы его дядя абу талиб принял ислам попроще и задаю следующим альдиви а рада умальдив бедальба по какой причине автор упомянул эту главу то есть в этой книге рада рахима вагу рад аля оба дельку бур шейх хотел опровергнуть тех кто поклоняется могилам левина я так иду на филе амбия а соли хин о филе амбия его соли хин те которые убеждены что пророки или праведники она умеет фару на уеду рун то что праведники и пророки могут принести пользу могут принести пользу и не предотвратить какой-то вред файс алю на ум и поэтому эти люди которые поклоняются могилам пророков или праведников обращаются с просьбами к тем кто похоронен когда или хотя чтобы те исполнили их нужды от африджель курубат и избавили их от всяких несчастья баракалу и ком перед тем как продолжить чтение этой главы хотелось бы поговорить о правилах которые упомянули ученые али сунна в вопросе аль-гидая аль-гидая это очень важный вопрос и многие заблудшие течения заблудились в этом вопросе у нас баракалу фикум есть несколько правил мы упомянем 4 правила которую которые говорят ученые правило номер один вопросе еда и еда я то есть условно мы переводим это как введение является исключительно правом аллаха и только он один одаряет еда и кого пожелает и это должно быть нашим убеждением и это является убеждением алису на джема что еда я ведение является только правом всеучнего как и вопрос шафа в предыдущей главе мы говорили это является только правом всевышнего аллаха и аллах один одаряет еда и кого пожелать и поэтому всевышний аллах спонталь говорит у аллаху яду или салям и ля дарис салям аллах призывает вас к обители мира вая диман яша у или сроты муста ким и ведет кого пожелает или наставляет на прямой путь тех кого он пожелает суп она тали и поэтому если всевышний аллах субана талия не захочет не пожелает вести человека по прямому пути никто ему не поможет не джибриль не какой-то пророк не какие-то люди даже если все вместе соберутся ангелы джейны и люди и все создания живые неживые на земле никто не может повести человека по прямому пути если все вышел а спантали не пожелает человеку чтобы он шел по прямому пути и поэтому сколько бы человек допустим не изучал что-то или допустим тренировал свой разум или использовал всякие виды медитации или же всякие виды голода или изучал всякие книги по психологии всяких например всемирных психологов известных и так далее то подобное есть аллах не поведет его он не пойдет по прямому пути никогда не пойдет по прямому пути потому что тот поэтому тот кто считает что еда является чем-то правом помимо всевышнего аллаха и что кроме аллаха кто-то владеет этом и тем самым этот человек предает аллах спанаталья сотоварищи валия за беда пророк салаллаху алейхи вассалима братья постоянно говорил а вы обращаясь с худбой к людям маньяди и лягу фалям уделяя тот кого поведет всевышний аллах того никто не собьет с прямом пути лама юдлиль фаля отделя а тот кого аллах собьет с прямого пути того никто не поведет мы не раз говорили с вами варак луфикума смысле слова сбить с прямого пути когда всевышний аллах спантали говорит о себе что он кого-то сбил с прямом пути или же его посланник аллах салам говорит о всевышнем аллахе что он сбил кого-то с прямом пути имеется ввиду наставил его без помощи он оставил его без помощи также пророк салаллаху алейхи вассалима говорил братья как передается в достойных хадисах когда рыл рвы со сподвижниками у аллахи ляу ляу аллаху махтадайна у амата саддакна у амата саллина клянусь всевышним аллахом если бы не всевышний аллах то мы не пошли бы по прямому пути и не давали бы садака и не совершали бы молитву поэтому братья едая и вот в первом правиле подразуме мы говорим о какой едой то что ученые называют едой тут тауфик то есть видение успеха и помощи то есть видение успеха и помощи является одной из ветвей то ухида рубубия одной из ветвей то ухида рубубия и точно так же как нет сотоварища всевышнему аллаху в создании во владении в управлении в наделении у делом также нет ему сотоварищи в вопросах ведения людей по прямому пути всевышний аллах спантале говорит о том что ибрагим алейсалям горил альяви халякани фаго я один тот который сотворил меня и он ведет меня по прямому пути видите взаимосвязь вопроса едая чем с таухидом рубубия поэтому едает из ответвления одной из ветвей является веры в то ухи трубубия варка лофиком поэтому еда и братья только в руках у одного всевышнего аллах спантале зайдумайся над словами всевышнего аллах спантале все ли юность и вышли аллах спантале говорит куль альми шура кайку маябдуль халька сумма юриду скажи если среди тех кого предаете в сотоварищи всевышнему аллах спантале кто-то кто создает творение а потом воссоздает их это что ухид рубубия правильно куль кули лягу ябдуль халька сумма юриду фанна туфакун скажи один аллах сотворил все творения или создает все творения и затем воссоздать их воссоздаст их до чего же вы отвращены от истины куль альми шура кайку маньяди или хак обратить внимание после того как всевышний аллах упомянул свою рубубия это создание то что он потом воссоздаст эти создания сказал если среди тех кого он предаете в сотоварищи аллаху такой кто бы вел вас к истине кули лягу я делил скажи только один аллах указывает путь к истине то есть не скал куль я где аллаху ли от а слово аллах упомянул перед словом я где что переводится как скажи только один аллах указывает путь к истине или же ведет вас по прямому пути афа моя дилаль хак и ахаку айют таба аммаля я иди ля йода кто более достоин того чтобы за ним следовали тот кто сам указывает путь к истине или же ведет по пути прямому или же тот кто не может найти верного пути пока ему не укажут на этот верный путь фамаля кум кайфа кумун что с вами как вы судите говорит всевышний аллах по наталья поэтому братья точно так же как создание творения является исключительно делом всевышнего аллаха так и видение к истине и видение по прямому пути является исключительно делом всевышнего аллаха субханнаталь поэтому братья правило номер один гласит что еда и видение является исключительно правом всевышнего лос по наталь И только он один одаряет Гедая прямым путем, кого пожелает. Здесь речь идет о какой Гедая? Гедая Тауфик. То есть видение успеха. Потому что мы дальше будем говорить о видах Гедая Баарка Луфик. Правило номер два. Гедая видень является исключительно милостью Аллаха. То есть правило номер один было, что это является исключительно правом Аллаха. Правильно или нет? Второе, братья Гедая, является исключительно милостью Всевышнего Аллаха. То есть, что значит исключительно милостью? Ее невозможно купить. Ей нету цены. Вот ты пришел, сколько стоит булка хлеба? 100 рублей. На эти 100 рублей, дайте мне булку хлеба. Нету никакой цены Гедая. Это является исключительно милостью Всевышнего Аллаха. Раб не имеет каких-то прав на Аллаха. И Аллах ничем не обязан перед своими рабами. И если Аллах одаряет кого-то таким благом, как Гедая, то это исключительно по милости Всевышнего Аллаха. А не от того, что раб сказал или совершил, или сделал что-то, что является ценой за эту Гедая. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране, Аллах же отмечает своей милостью, кого пожелает. Аллах является обладателем великой милости. Поэтому я обращаю еще раз внимание ваше на второе правило Гедая, являясь исключительно милостью Аллаха. Что значит исключительно милостью Аллаха? Что нету ей цены. Однако, Баракалуфикум, мы будем дальше говорим, есть разница между что? Ценой и причиной. Есть причины для Гедая. Есть причины для Гедая. Какой-то человек, Баракалуфикум, как мы сказали, цена булки хлеба 100 рублей, правильно? Пришла какая-то бабушка, старенькая. И начала Баракалуфикум покупать булку хлеба. И достала 100 рублей своими дрожащими руками. И продавец, мусульманин, увидев и пожалев эту бабушку, увидев, какая она старая, и увидел, что не дети ее пришли покупать и хлеба, а она сама, бедненькая, еле-еле пришла. Дал ей булку хлеба за 100 рублей. За цену задал хлеб. И подарил ей булку. Подарил ей булку, бабушка заплатила цену за вторую булку? Нет. А причина была старость этой бабушки и милость этого молодого человека к этой бабушке. Значит, первая булка была дана за цену, а вторая по причине. Поняли, да, разницу? И вот когда мы говорим о том, что в Едае видение является исключительной милостью Всевышнего Аллаха, мы говорим о чем? О цене. Третье правило, братья. Вопрос Едая связан со знанием Всевышнего Аллаха, его мудростью. То есть мы сказали, что Едая является исключительно правом Аллаха. И второе правило является исключением, исключительно милостью Всевышнего Аллаха. Очень важно знать, братья, что Едая, когда Аллаху яхтасу бирахмати маиша, Аллах выбирает для своей милости, кого пожелает, или выделяя свою милость, кого пожелает, мы всегда на это должны смотреть через призму чего? Через призму знаний о том, что Всевышний Аллах, что Едая связана с его знанием и его мудростью. Всевышний Аллах, Аллах, знающий Всевышний Аллах, хаким, мудрый Всевышний Аллах, зло, твой Господь не поступает несправедливо своими созданиями. Пророк сказал в хадисе Худси то, что Всевышний Аллах сказал, «Я запретил несправедливость самому себе и сделал это запретным среди вас». Поэтому правило номер три, вопрос Едая связан со знанием Всевышнего Аллаха и его мудростью. И поэтому на вопрос Едая, то есть на то, что почему Всевышний Аллах кого-то выбрал в одной семье, мама, папа, родили близнецов. И один верующий, а другой кафир. В одной семье, барак луфикум, отец пророк, а сын кафир. Ну, алейсалям, а сын его кафир. В одной семье отец кафир, а сын его пророк. Ибраим, алейсалям. Почему Всевышний Аллах так поступает? Мы должны на это смотреть через нашу веру, то, что Всевышний Аллах знающий и мудрый. Только один Всевышний Аллах знает место, подходящее для его милости. Помните, как мы привели же пример хрустальной вазы и мусорное ведро? Братья, все человечество имеет сердца. И джины имеют сердца. И барак луфикум, эти сердца, что-то из них, или какие-то сердца представляет из себя вазу, а какие-то представляет из себя мусорное ведро. Есть сердца, которые представляют из себя вазу, а есть сердца, которые представляют из себя мусорное ведро. И вот Всевышний Аллах только один, он знает место, подходящее для его милости. И поэтому, исходя из своей мудрости, он опускает эту милость в соответствующее место. Всевышний Аллах наделил своей милостью того, то есть милостью Гедая, о ком знает, что он достойный этой милости, а не просто так хаотично распределяет свои милости без мудрости. Как говорят некоторые люди, просто так ни за что. Разница есть, братья, мы сказали, уже упомянули, разница между причиной и ценой. Поэтому, когда какой-то человек говорит, Аллах просто так тебя наделил Гедая, мы говорим, ты под словом просто так имеешь что, цену или имеешь в виду причину, если ты имеешь в виду, баракалуфикум, причину, то ты неправильно. То есть под словом просто так, поэтому словом просто так наделил милостью, надо посмотреть, под словом просто так, что он имеет в виду. Если имеешь в виду цену, то ты неправ. А если ты имеешь в виду причину, то ты неправ. Нет, не просто так, есть причина. Если ты имеешь в виду цену, тогда другой вопрос баракалуфикум. Аллах знает, кого можно или кого нужно одарить этой милостью, и опускает ее на него, и это соответствует его мудрости. Все вычтали Аллаху спадали, говорит, «Ва казали, кафатанна ба'дагум бибад, льякулю агау ля иманна Аллаху алейхимим байнина». Так мы искушали одни из них другими или испытали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах выбрал для своей милости именно этих или только этих? Так говорили высокомерные люди в народах, в отношении тех, кто последовал за пророками. Алейсаллаху би алям, обещая Кирин, обратить внимание. Всевышний Аллах говорит, «Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» То есть Аллах знает, кто благодарен, и, соответственно, наделяет милостью того, кто благодарен. То есть благодарность раба является причиной гидая Всевышнего Аллаха, но ни в коем случае не ценой, как мы сказали во втором праве. Поэтому Аллах знает о тех, кто подходит для этой милостью. И поэтому в соответствии со своей мудростью опускает ее на соответствующее лицо. Задумайся на словах Всевышнего Аллаха. Однако Аллах привил вам любовь к вере. Кто привил любовь к вере? Аллах. Кому? Нам. И представил ее прекрасным вашим сердцам. То есть только он один и никто, кроме него, и нет ему сотоварища в этом. И сделал ненавистными вам ни верия, ни чести, ни неповиновения, таковы идущие прямым путем. В этих словах указание на то, что хидай от Аллаха, на то, что хидай от одного Всевышнего Аллаха, и на то, что оно связано с его желанием. Дальше Всевышний Аллах говорит. То есть первые вот эти слова. То есть первые вот эти слова. Все эти действия Всевышний Аллах приписал себе. То, что он привил нам любовь к вере, предоставил ее прекрасным для наших сердец, сделал ненавистным для вас ни верия, ни чести, ни повиновения. Это первое правило, правильно или нет? То, что еда является исключительно правом Всевышнего Аллаха. И щедрости и милости Аллаха. Это правило номер два, что это является исключительно милостью Всевышнего Аллаха. То есть вопрос чистой абсолютно щедрости от Аллаха. Валлаху алимун хаким, Аллах знающий, мудрый. То есть это желание связано со знанием Аллаха и мудростью. То есть если Аллах кого-то и повел, то повел, потому что знает о том, что он достойный этого. И это соответствует мудрости Всевышнего Аллаха. Правило номер четыре братья, привержившие сунны убеждены в том, что проявление милости Аллаха в виде гедая имеет два направления. То есть гедая бывает в двух направлениях. Первое барак луфикум, то, что называют гедая тунсабика, изначальная гедая. То есть вначале Аллах, исходя из своей мудрости, выделяет для гедая своего кого пожелает. Аллах говорит, разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни. Что значит тот, кто был мертвецом? То есть был неверующим, Алия Зубля. Как много в наше время есть братьев и сестер, которые были неверующими и приняли ислам. Вот Всевышний Аллах говорит, тот, кто был мертвецом, и мы оживили его, или вернули его к жизни неверующим. Или же Валия Зубля был привержен сновидений, и Всевышний Аллах открыл ему сердце, и он стал приверженцем сонны. Или же был нечестивцем Валия Зубля, и Всевышний Аллах исправил, и он стал праведником. И наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей. Разве тот, кто был упомянут выше, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим предоставляется прекрасным то, что они совершают. Это что касается Баракалуфикум, чего изначально Гитая. Аллах выбирает, кого пожелает, исходя из своей знаний, своей мудрости, молодости, и ведет, наделяет, то есть посылает на него свет. Посылает на него свет, и наделил его светом. И вот он узнает об истине. Он понимает, что это истина. Единобожие, и Сунны, и Ислам, это являются истиной. Это что называется? Идай Тун Сабик. Дальше Баракалуфикум, это второе, это Идай Тун Ляхика. Последующая Идай. Мы Баракалуфикум, как минимум 17 раз в день, почему? Потому что 17 ракатов обязательно в день. Говорим, что? Идина, иляс сирот аль мустаким, или идина сирот аль мустаким, тот человек, который знает арабский язык, понимает, Баракалуфикум, разница между веди нас прямым путем и веди нас к прямому пути. Если мы бы говорили только веди нас к прямому пути, то речь шла бы только о Идайе какой? Сабика изначальной. Только о Идайе какой? Сабика изначальной. А когда Аллах приказал нам говорить, веди нас по прямому, приведи нас прямым путем, иди нас сирот, подразумевает под собой, то есть приведи нас к этому прямому пути, а потом веди нас по нему, не отпускай. Веди нас по нему, не отпускай. Валяймасаля Аллах, лучше, чем все эти примеры. Сейчас мы приводим такой пример. Какая разница между введением к прямому пути и введением по прямому пути? Ты идешь в Баракалуфикум, где-то ты в пути, и тебе нужен Баракалуфикум, нужна какая-то улица. Ты, допустим, в городе, и город для тебя незнакомый. Ты спрашиваешь, а где вот такая такая улица? И он тебе говорит, Баракалуфикум, идешь направо, налево, налево, направо, направо, налево, налево, так, что ты сбился, и там найдешь эту улицу. Когда ты дойдешь, есть вероятность, что ты не дойдешь до этой улицы. Правильно или нет? Второй человек, ты спросил, где эта улица? Он говорит, пойдем, я тебя отведу. Привел тебя, отвел. А это проспект Аллах, Мабарик, Машалла, 4 или 5 или 10 километров. А тебе именно на этой улице нужен какой-то дом или какой-то магазин. Третий же человек говорит, подожди, давай я тебя отведу. Отвел тебя до этой улицы, потом взял такси, сказал, медленно будем ехать, и ты говоришь, что тебе нужно. И довел тебя до самого места. Вот это третье. Довел тебя до прямого пути и вел тебя по прямому пути. И вот мы, когда просим у Всевышнего Аллаха вести нас прямым путем, мы просим, чтобы он нам указал на прямой путь и ввел по этому прямому пути и в Арк-Лохик. Поэтому второе направление, то есть первое сказало, изначально Гидай, когда Всевышний Аллах указывал человеку, и человеку становится ясным, что вот это вот и есть истина. Поэтому Абу Талиб, дядя пророка, по причине которого был неспослан сегодняшний, от которого мы разбираем, ему была дана Гидай, он понял, что то, на чем Мухаммад, это истина. И поэтому он говорил, я знаю, что религия Мухаммада самая лучшая религия или самая правильная религия. Он это говорил. Он это говорил. Всевышний Аллах рассказал о фараоне, то, что Всевышний Аллах сказал, они отрицали. Муси говорили, мы не верим в тебя. Хоть в душе были убеждены, знали, что это истина. И поэтому второе направление, это последующее видение, хидаэту лахика, тот, кого Аллах наделил милостью и повел по прямому пути, если он это примет и будет держаться за это Всевышний Аллах, и будет благодарить за это Всевышний Аллах воздаст ему и наделит его еще большей милостью и одарит его еще одним благим делом. То есть ты совершил, Аллах тебе указал на прямой путь. Вот это суть религии ислам. Или же человек был, как мы сказали, приветствуемого видения. Человек понял, что вот это и есть сунна. Или человек был нечестивцем, и человек понял, что это и есть праведность. И он сделал шаг. Сделал шаг. Всевышний Аллах одарит тебе второй гидай. Поможет тебе совершить второй шаг. И поэтому пророк, салаллаху алейхи вассаляма сказал, хадисе кути, что Всевышний Аллах сказал, и мой раб будет продолжаться, приближаться ко мне, пока я не стану его руками, которые он протянет, его ногами, которыми он ходит. То есть что значит это слово? То есть Всевышний Аллах поможет совершать тебе твоими руками только то, что ему любимо. Поможет тебе идти твоими ногами только куда? В те места, которые он любит. Как часто бывает, Баракулуфикум, когда ты, кто-то может быть, замечал за собой, когда ты находишься на определенной степени имана, и пришел к тебе шайтан, и сделал наущение, и ты хочешь совершить какой-то грех, а у тебя просто-напросто не получается. Замечали или нет? Это Аллах тебя оберегает. Аллах тебя оберегает. Захотел на что-то посмотреть, идет какая-то женщина, захотел написать, а у тебя до этого определенной степени имана, Аллах надо сделать так, что что-то закрывает тебя от этой женщины, кто-то тебя отвлекает и так далее и тому подобное. Вот это и есть еда, и что? Последующие. И поэтому Всевышний Аллах был из его имен Шакур, благодарный. Если ты делаешь шаг, как пришло в хадисе, в этом же Баракулуфе, если ты идешь ко мне пешком, то я к тебе бегу. Говорит Всевышний Аллах о себе. Субханал Таалю. Всевышний Аллах говорит, «И тем, кто следует по прямому пути, Аллах увеличивает их приверженность этому прямому пути и еще дарует их богобоязненностью». Или также Всевышний Аллах говорит, «И те, кто уверовали, если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит с вас способностью различать истину и ложь». И отпустит вам ваши прегрешения, и простит вам. Аллах является обладателем великой милостью. Также Всевышний Аллах говорит, «И те, кто уверовали, бойится Аллах и говорите правильные слова, он исправит вам ваши дела». То есть дальше твои дела пойдут, пойдешь правильно и пойдешь быстрее. «И простит вам ваши грехи». «И тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, тот уже достиг великого успеха». Также Всевышний Аллах говорит, «И тот, кто отдавал должное», то есть раздавал милостью и был богобоязненным и признавал наилучшее, то есть свидетельство «Ля Иллах, Ля Иллах» или же веру в рай. «Фасануяс человек в семье неверующих». И он понял, что ислам это истина. И представляете, ему принять ислам это же понятно, это же вызов семье, близким, родным, селению. Но ты сделай этот шаг. Аллах сказал, «Фасануяс люстра мы облегчим ему путь к легчайшему». Дальше будет легко, в Аллахе будет легко. Пророк сказал, «Аллаху алейсалям сказал, тот, кто делает довольным Всевышнего Аллаха, гневя людей, будут довольны». Но разгневишь своих близких родным. Аллах сказал, пророк сказал, «Аллах будет им доволен сделать так, что люди тоже будут довольны». Эти твои близкие родные неверующие и сердца тоже в руках Всевышнего Аллаха. Эти четыре правила, братья, связаны с убеждением привезда сунны в вопрос их едая. Поэтому, братья, еще раз повторим, скажем, что едай является исключительно правом Всевышнего Аллаха и не дозволено думать, что кто-то кроме него владеет едайем. Едай, братья, возвращается только к желанию одному Всевышнему Аллаху и у которого нет сотоварищей. И, к сожалению, у Валия Зубля некоторые люди, особенно почитатели могил Валия Зубля и те, кто им поклоняется, считают, что те, кому они поклоняются, святых, угодников, пророков и так далее, руководят их сердцами, что едай в их руках Валия Зубля и они говорят, думают, убеждены в том, что эти люди знают, что у них в сердцах и что они ведут по прямому пути, эти угодники, святые и так далее, или сбивая с него. И это является большим ширком на Саллаху Аллаху Аль-Афиа. Поэтому, братья, надо просить у одного Всевышнего Аллаху и делать это постоянно. Пророк Саллаху Аллаху Аллаху Аль-Асалям братья, будучи пророком постоянно говорил Аллаху 他 тот, кто верит сердцами и укрепи моё сердце на религия, о тот, кто верит нашими сердцами, веди моё сердце к подчинению тебе. Има Ивара Калуфикум, как мы сказали, как Всевышний Аллах обязал нас как минимум 17 раз в день просить у него что иади нас в рот едой и братья во первых указали на то что все вышareth спон onun приказал да в этом эти вести нас просить у него чтобы он набил газ к прямому пути по прямому пути также в этом аяте братья указания на то что всевышнем и просим освещал элко стал блок указал на на этот прямой путь то есть когда дом ведем к этому прямому пути мало того что это теперь как всевышнего ла хала спонатали мы будем говорить дальше некоторые ученые говорят о том что еда я два вида но более правильно и четыре вида даже по мнению тех ученых которые говорят что два вида говорят о том что первое еда и еда это лершат называется то съедает шат это та твит хедая который всевышний аллах наделил кого-то из своих созданий как пророков допустим праведников так далее которые указывают нам на прямой путь как наш пророк мухаммад салса мы поэтому все очень аллах спандали говорит воин на калятать поистине ты ведешь прямым путем то есть имеется ввиду указываешь на прямой путь второй вид еда это уфиг то есть еда и успеха этим обладает только всевышний аллах и об этом еда и все очень агет война калятать и на калятать и поистине ты не ведешь поэтому внешне кто скажет 2 я-то противоречит друг другу нет мы говорю сульта все у нас нету двух аят в противоречивших друг друга есть мы видим что две вещи одинаковые от в одной сказано как положительно в другом сказано как отрицательно значит речь идет о разных вещах значит речь идет о разных вещах и поэтому словах также едино с ротами с таким указание как на едая иршат то есть ты просишь все очень аллах чтобы он облегчил тебе причины виде чего что всевышний аллах связал тебя баркал уфигом с учеными с требующими знания которые укажут тебе на прямой путь и 2 я дает то уфиг что всевышний аллах спадали после того как ты узнаешь о прямом пути утвердил тебя на этом прямом пути поэтому человек нуждается в том чтобы задуматься над смыслом этих слов то есть едино с ротами с таки он должен вкладывать все свои сердца когда произносят эти слова братья он должен вкладывать все свои сердца когда он произносит эти слова и братья барак луфигом вложение всего сердца в молитву братья и то есть суть хушу смирение в молитве поэтому многие люди наши революции аллахом на рахмана маленькими диньяка на вода и и не понимает вообще что они читают даже ладно я говорю хорошо ладно мы сделаем скидку допустим русскоязычным там или иностранцам у арабов у многих или даже у тех братьев кто знает русский язык вот самый простой вопрос братья сделайте себе маленький такой экзамен когда ты выходишь из молитвы попроси свою жену или если ты холостой живешь братом скажи брат можно ты в какой день после молитвы задашь вопрос брата какую суру и мам читал после фати уфа чему ты знаешь автоматически что ее на дочь а какую суру и мам читал и ты вышла не знаю это указано то что как мы небрежно понимаете до чего мы небрежно поэтому человек нуждается в том чтобы задумываться над смыслом этих слов он должен вкладывать все свое сердце когда их произносит человек нуждается в еда и каждую секунду своей жизни братья ты нуждаешься во первых в том что всевышний аллах смотали привел тебя к прямому пути правильно и создал для этого все причины и ты нуждаешься в том чтобы аллах тебя затем вел по этому прямому пути ты нуждаешься что всевышний аллах смотали привел тебе к исламу и затем нуждаешься в том чтобы аллах повел тебя и дал возможность ознакомиться подробно со всем тем что есть в исламе и И помог тебе все это практиковать и воплощать жизнь. Поэтому каждый шаг в твоей жизни нуждается в руководстве и ведении со стороны Всевышнего Аллаха Супанталя. Смотри, ты собрался совершить какое-то благое дело. Во-первых, ты нуждаешься в том, чтобы Аллах внушил тебя и привел тебя знанием о том, что то или иное дело или те или иные слова являются благими. Так или не так. Во-вторых, хорошо, ты узнал. Ты нуждаешься в том, чтобы Аллах тебе наделил тебя желанием совершить то или иное благое дело. Как много благих дел, о которых мы знаем. Но нам даже в голову не приходит, что то или иное дело надо совершить в том или ином месте или в то или иное время. Хорошо, Он дал тебе желание, варак луфикум, чтобы Он дал тебе силы. А вдруг ты ленишься? Да, бывает, ты вроде бы хочешь, но тебе лень. Спать хочется, есть хочется и так далее и тому подобное. Поэтому, если тебе лень, допустим, не будет пользы ни от знаний, ни от желаний. Затем, барак луфикум, хорошо, Всевышний Аллах спонтаналин наделил тебя знанием, Всевышний Аллах наделил тебя желанием, Аллах спонтаналин наделил тебя силой. Ты нуждаешься в помощи Аллаха при совершении этого дела. Так или не так. Затем нуждаешься в помощи Аллаха, чтобы Он укрепил тебя в этом благом деле и наделил тебя постоянством. Как часто мы знаем, мы желаем, мы можем, мы начинаем. Но нет постоянства. Есть или нет? Очень часто. Затем, братья барак луфикум, ты нуждаешься в помощи Всевышнего Аллаха, чтобы Он сохранил это твое дело. И оберег тебя от совершения того, что сделает твое дело тщетным по причине каких-то грехов, которые ты можешь совершить после этого благого дела, Валия Забеля. Поэтому всегда проси у Аллаха, чтобы Он вел тебя по прямому пути. Чтобы Он вел тебя к прямому пути. Чтобы Он вел тебя по прямому пути. И все это указывает на важность постоянной связи сердца с Аллахом. И все это указывает на важность таухида в жизни каждого человека без заключения. И отсюда мы понимаем, барак луфикум, почему первое, с чего начинали призыв все пророки, это таухиид. И отсюда мы понимаем, почему успехом любого человека на этом и на том свете является таухиид. И отсюда мы понимаем, барак луфикум, что избавление от всякой беды, от всякого несчастья и так далее является только таухид, барак луфикум. Всевышний Аллах говорит пророку, салаллаху, алейхи вассалям, который является господином всего человечества и самым лучшим из его творений. И который является самым близким из всех его творений, салаллаху, алейхи вассалям, самым богобоязненным и самым знающим о Всевышнем Аллахе, Супан Аталия. Когда он еще был жив, Всевышний Аллах в нем сказал, инна кальда тахди манахбаб, валя кинн Аллаха, ягди маяша, уагу алиму бельмухт один. Воистину ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого ты любишь, или тех, для кого ты любишь, Хидая. И только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелать, и он лучше знает о тех, кто следует прямым путем. И это при жизни, как мы сказали, то что говорить о пророке Саласам после его смерти. Что говорить тогда о ком-то другом, кто вообще является никем и звать его никак. Никто не владеет братья Хидая, кроме Всевышнего Аллаха Пантали. Поэтому в этом аяте два важных момента. Первое. Указание на то, что пророк Саласам не владеет. Какой Хидая? Хидая Тауфик. Хидая успеха, видение успеха. Во-вторых, наш пророк, под пророк Саласам, братья, вкладывал все возможные силы, и при этом не владеет этой Хидая. Всевышний Аллах говорит. И большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого и стремиться к этому. Валяухараста сказал. Все силы будешь в это вкладывать. То есть в этом указание на достоинство Пророк Саласам, что он реально все силы свои вкладывал. Я об этом сказал Всевышний Аллах Спонтали. Но при этом Всевышний Аллах сказал, что даже если ты все силы вкладываешь, большинство людей не уверует. Потому что если бы пророк Саласам владел бы вопросом Едая и Тауфик, то первый, кого бы наделал Едая, был бы его дядя Абут Алиб. Братик, почему первый был бы его дядя Абут Алиб? Абут Алиб воспитывал Пророк Саласам с 8 лет. То есть после того, как мы знаем, умерли родители у Пророка Саласам, то есть отец еще умер до рождения Пророка Саласам, потом мать умерла, взял его дед, потом дед умер, взял его на воспитание, кто? Абут Алиб. И Абут Алиб давал предпочтение Мухаммаду Саласам над своими детьми, столько внимания ему уделял, растил его, воспитывал его, защищал его и страдал. То есть не будучи мусульманам страдал, когда объявили курашитый бойгод на 3 года и нечего было кушать, и люди кушали кору и высохшую кожу животных зарезано. Он терпел это только ради своего племянника Мухаммада Салаллаху Алейхи Ассалям. Жизнь, то есть, готов был за него отдать, страдал по причине Пророка Салаллаху Алейхи Ассалям. Разве такой? То есть не хотел бы, чтобы такой именно человек, который столько силы вложил для Пророка Саласам, разве Пророк Саласам не хотел бы такому человеку гидай? Разве Пророк Саласам не стремился, чтобы этот человек шел по прямому пути? Во-вторых, братья, указание в этом аяте на то, что Пророк Саласам не знает скрытого, не знает того, кто достоин быть ведомым, а кто этого не достоин. Поэтому Всевышний Аллах закончил этот аят Барак-Луфикум словами, Аллах лучше знает о тех, кто последует по прямому пути. Также Всевышний Аллах Саласам говорит, то есть, как мы сказали в этом аяте, говорит, Он лучше знает о тех, кто следует прямым путем. То есть, даже Пророк Саласам не знает, а что говорить о тех, кто после него. Это Барак-Луфикум, что касается четырех правил у Ахли Сунна-Уджима в вопросе хидаи. И понимая эти правила, нам будет, иншалал, легко, Барак-Луфикум, разбирать аяты и хадисы, в которых упомянут этот вопрос, вопрос хидая. Барак-Луфикум, Барак-Луфикум 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 Продолжение следует...